АПЛОДИСМЕНТЫ А корни авангарда лежат в 19 веке. На границе 19 и 20 века переходят изменения, которым аналогов в истории человека еще не существовало. Та картина мира, физическая, которая была сформулирована Галилео Галилеем, Ньютоном, она обретает черты устаревшейся. Мир становится пластичен, скажет нам Николай Бердяев. И поэтому мы из него можем лепить абсолютно все, что хотим. Поэтому применяется представление о пространстве и о времени. Вехой своеобразной стали открытия теории Большого взрыва, принцип дополнительности Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, теория расширяющейся вселенной Фридмана. Ну и конечно, знаете кто это? Кто это такой? А? Правильно, это ректор Казанского государственного университета Николай Лобачевский. Он открыл, что он открыл? Кто мне скажет? Невклидову геометрию, которая говорила о том, что две параллельные могут пересекаться теперь. Ну и конечно, теория относительности Эйнштейна. Хоть, наверное, тоже, я думаю, вам знакомая фигура. Нет, это Рене Декарт. Рене Декарт это один из новоположников нововременной парадигмы. Он будет, его основным принципом будет Кагита и Эргосум. Мыслю, следовательно, существую. У меня нет никакого другого источника познания, кроме как мой разум. И ничего больше. Кагита и Эргосум. Эта фигура вам тоже знакома. Это Фрейд. Правильно. Зигмунд Фрейд. В начале 20 века представления о разуме, как об единственном источнике познания, они становятся уже неактуальны. Помимо разума появляется множество других источников познания. Фрейд, помимо разума, будет выводить еще минимум три способа познания. То есть, помимо сознания, будет еще подсознательное, сверхсознательное и бессознательное. Также появляется философия экзистенциализма. Основоположником ее является Кьерки Гор. Вот он. Философия экзистенциализма будет говорить о том, что не сущность первична, сущность, которая у нас выражается в разуме, а существование, сама жизнь человека первична, становятся необходимыми такие понятия, как душа. И именно основа переносится на нее. Вот этот вот дяденька, его зовут Славой Жижик, это славянский философ, будет сравнивать, даст очень хорошую метафору тому переходу, который осуществился. Он скажет о том, что концом нового времени станет потопление Титаника. Титаник это как выражение структурированного, систематизированного, иерархизированного, разложенного по полочкам, вплоть до замечательных подробностей большого механизма. Этот большой механизм потонет. Останется необъятное пространство, многомерное пространство. Кстати, это его жена, она является аргентинской моделью. Поэтому, ребят, есть повод пойти учиться на философский факультет. И самое главное, уровень IQ у нее один из самых высоких среди моделей. Очень важная картина для осознания эпохи авангарда. Это Павел Александрович Флоренский, выдающийся философ, богослов. Почему привожу эту картину я здесь и сейчас? Потому что через познание его творчества мы можем познать те ступени, которые проходил авангард. Как он, выходец из религии, из религиозного института, из семинарии, в своем творчестве одновременно синтезирует данные науки, религии и различного рода искусств. Помимо этого, в конце жизни у него есть возможность уехать после революции. Он не езжает, остается здесь и возглавляет целую лабораторию, которая будет заниматься электроматериаловедением. Представьте себе, священник сидит в президиуме Советского института. Мало того, что он сидит в президиуме, он еще и обучает пролетариата и говорит, как им делать, что им делать и почему им это нужно делать. Это изображение Флоренского на картине Несерова, которая так и называется, философы. Здесь с одной стороны Флоренский, с другой стороны Булгаков. Но это Флоренский уже, как вы понимаете, в ГУЛАГе. В 1937 году его расстреливает за его деятельность. Обвиняет в том, что он является основоположником фашистской организации. Следующий персонаж, не менее важный для осознания эпохи авангарда, и, думаю, многим из вас знакомый, это кто? Фридрих Ницше. Фридрих Ницше, который в своей книге будет писать, будет, вернее, на основании философии Диогена. Это Диоген, один из представителей древнегреческой философии, который жив в бочке. И как-то однажды при встрече с Александром Македонским сказал ему, отойди, пожалуйста, ты мне свет загораживаешь. Он является представителем философии кинников. Кинники – это собака, поэтому, видите, рядом с ним собаки. Он говорит о том, что человеку нужно уйти в природу. И не нужно из нее выделяться. Есть небольшая шутка, которая хранится среди философов, передается из уста в уста. Однажды Диоген взял фонарь в руке, поэтому у него фонарь в руке, и пошел на базар. Приходит на базар, зажигает этот фонарь и говорит, покажите мне человека. Я не вижу человека. Где человек? Точно так же будет Фридрих Ницше писать в 19 веке. В небольшой книжце он будет писать, приходит на рынок человек. У человека в руках фонарь. Он его зажигает. И начинает по базару ходить и говорить, покажите мне Бога. Где Бог? Дальше Ницше продолжает. Посетители базара. Это атеисты. Они над ним насмехаются. Следующий логический шаг, который совершает этот человек с фонарем. Он говорит, Бога нет. И мы убили его. Вы и я. И я вам здесь для того, чтобы сообщить, что Бога нет. Следующий шаг логический. Если Бога нет, то из трансцендентного мира мы сразу потустороннего переносимся в этот мир, в эманентный, посюсторонний. Где эта божественность? И Ницше выдвигает следующую позицию. Если Бога нет, то этим Богом кто является? Человек. Но Ницше говорит, это не простой человек, это сверхчеловек. Это он написал в 1883 году. И вплоть до 30-х годов 20-го века эта картина будет стоять перед глазами многих представителей философии, искусства. И станет прикладным основанием для создания картины мира эпохи авангарда. Все в авангарде будут себя чувствовать именно этими сверхлюдьми. И думать, что они и есть воплощение божественной силы здесь и сейчас на земле. Вот он, сверхчеловек Ницше. Но об этом мы еще с вами поговорим чуть попозже. Теперь хочется перейти к продолжению вот этой мысли того, что Бога нет. Философия, не философия, творчество Владимира Маяковского. Маяковский будет писать, кто вы? Мы, разносчики новой веры, красоте задающей тон, что природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Что это? Скажите мне. Это Вавилонская башня. А это что? Правильно. Это проект башни, памятника, посвященный третьему интернационалу. А это что такое, кто мне скажет? Это дворец Советов. Видите, как они очень похожи. Дело в том, что представители авангарда не отказываются от религии. Они ее переначивают. Они знают Библию не хуже священников. Но эта Библия для них другая. Хотя опять не все так относились. Не все относились так, что то, что там на небе, обязательно нужно уничтожить. Тот же Вильямер Хлебников напишет. Немного мне надо краюху хлеба да каплю молока, да это небо, да эти облака. Посмотрите, очень замечательная картина. Видите, что в углу? Это черный квадрат Малевича. И посмотрите, где он расположен. Он расположен там, где должна находиться икона. Он иконой подменяет свой черный квадрат. И говорит о том, что черный квадрат это возможность. Возможность, возможность человеку попасть в будущее, перескользнуть. Но при этом он не говорит, что это за будущее. Он только его формулирует. Что это за симпатичный дяденька? Кто мне скажет? Это Демьян Бедный. Это первый поэт революции, который в 1918 году напишет поэму, которая будет называться «Земля обетованная». В ней он напишет «Библию наизнанка, про меньшевистскую шпанку, про то, как Моисей с Аароном боролись, с фараоном». Моисей – это Ленин, а Аарон – это Лев Давидович Троцкий. Про то, как они дело ладили, и про то, как меньшевики им гадили. Посмотрите, очень интересно. Про меньшевистскую шпанку. Игра со словом. Вот это Алексей Крученых. Один из ярких представителей эпохи авангарда. он является одним из основоположников футуризма. Он вводит так называемый язык новый, который называется «Заумь». Это язык, который должен быть очищен от житейской грязи. Это книга, его произведение, которое написано в 1913 году. им же иллюстрированная. Она называется «Помада». Книга начинается со следующего. Три стихотворения, написанные на собственном языке. От других отличаются слова его. не имеет определенного значения. И слова сами. Дыр, бу, щил, убешчур, скум, вы, собу, р, у, эз. Сам Крученый говорит о том, что в моей поэзии намного больше национального, чем во всей поэзии Александра Пушкина. Маяковский скажет о том, что стихи Крученого это и есть основание для творчества всех поэтов. Это и есть помощь всем поэтам. И действительно, абибриатура, которая появляется намного позже, СССР, НКВД и так далее, это все оттуда. Из авангардной залуми. Очень хочется обратить внимание на то, что в авангарде очень яркое значение придается самому слову. Слову как таковому. Вильямир Хлебников будет говорить самовитое слово. Мандельштам напишет заблаженное, бессмысленное слово «Я в ночи советской помолюсь». И действительно, слова, они становятся определенного рода субстанцией, первопричиной. Люди будут... Не люди, люди представители эпохи авангарда имеются в виду, будут говорить. Пар, с большой буквы писать, машина, я, мы, у Маяковского. Помимо библеизма, ну то есть использования в религии в своих целях, будет происходить определенного рода сатанизация в эпохе авангарда. Воначарский будет писать о том, что революционную колонну возглавляет сатана. Троцкий, по легенде, в Свиярск приезжает и ставит там памятник Иуде. И пишет, это памятник первому революционеру. И будет говорить о том, что если солнце и дальше будет светить мировой буржуазии, то мы сделаем так, что погасим его. Посмотрите, очень внимательно. Человек изменяет природу. Человек это хозяин. Пожалуйста, 49-й год. Отголоски авангарда. Так называемый сталинский план изменения природы. рассчитанный с 49-го по 65-й год. Когда Сталин ставит основной целью изменить саму природу. Путем насаждения, путем различных ирригаций, путем прокапывания дополнительных каналов. Вот это что такое? Кто мне скажет? Продолжайте, тему сатанизации. Это пентаграмма? Это эмблема Красной Армии. Стандартная эмблема. А вот это что такое? Это та же эмблема Красной Армии только в 18-м году. Но почему она перевернута? Стандартная сатанизация. Это ирония над религией. Мы иронизируем над старой религией, но опять же мы создаем новую религию. Кто знает, кто это такой? Это Мефистотель. Мефистотель это злодей у Фаустов Гетте. Это персонаж, который отождествляется со звом, с дьяволом. Теперь посмотрите внимательно. Та же бородка, те же луцы. Это Лев Давидович Троцкий. Он определенный образ создает. Специально иронизируя над этим. Один из поэтов прелиткульта Александровский пишет ужаснейшие для нас сегодня слова. Мефистотель отец мой и брат. то есть дьявол отец мой брат. Я люблю тебя пылко и нежно, наше царство бушующий ад, наше счастье высоты и бездны. Пусть крови и душа и ладонь, я с пылающими глазами, над мятежной и дерзкой землей принесу твое имя как знамя. Так, еще рано. То есть посмотрите внимательно. Люди избавляются от одной религии, но опять же строят другую религию. Необходимым звеном этой религии будет антропология. Антропология учения о человеке. Именно в России были те корни, благодаря которым расцвела идея Ницше о сверхчеловеке. Если во Франции эта идея абсолютно не прижилась, если в Германии она превратилась в расизм, то в России были корни для Бога человека, и поэтому сверхчеловек это революционер, который должен построить новый строй. Но опять же, что это за сверхчеловек? Это сверхчеловек коллектив. Теперь нету конкретного индивидуального я, есть мы, есть умноженный человек Маринетти, Маринетти это представитель итальянского футуризма, есть утосячеренный человек Марины Цветаевой, именно так она будет говорить, есть всичеловек Каземира Малевича, пожалуйста. Это картина Кустодиева, которая называется большевик. Видите, теперь происходит отождествление не конкретного человека, класса, целого класса. Маяковский напишет поэму, которая будет называться 150 миллионов. Он не будет писать о конкретном человеке, он и не знает конкретного человека, он использует формулировку мы. Если до этого мы, до революции, это всего лишь небольшая кучка футуристов, потом мы после февральской революции 17-го года это все поселяне земли, слава нам, поселянам земли будет писать Маяковский, то после Октябрьской революции мы сводятся у него к определенному классу, к пролетариату, а потом к жителям советского государства. И соответственно у пролетариата должен быть способ защиты, должен быть способ воссоздания этого человека, нового человека, все стремятся к новому человеку. Появляется такая интересная брошюрка профессора Аарона Залкина, которая называется 12 половых заповедей пролетариата. 11 классических заповедей, они стандартны, они выходят в основном из библейских заповедей, о том, что должен быть один партнер, не должно быть никаких возвращений и так далее и тому подобное. Но самое интересное это 12 заповедь, которая строго настрого представителям пролетариата запрещает иметь какую-либо связь даже в виде кокетства с представителем буржуазии. То есть у нас человек я, коллектив, теперь мы заботимся не о конкретном человеке, как это было в дореволюционной эпохе, мы заботимся о всем человеке. То есть о классе. следующее очень важное определение человека, человек теперь становится машиной в эпоху авангарда. Баяковский напишет, идем себя закалять, собственную грудь ставим на наковальню. Человек это машина, человек это механизм и ничего больше. Это Алексей Гастев, он является директором Центрального Института Труда, который подходит к сущности человека как к машине. Человек это механизм, созданный природой, но человек должен дальше действовать автоматизированно, ускоренно и уточненно. Герасимов, поэт про леткульта будет писать «Я не нежный, не тепличный, не надо меня ласкать, родила на заводе зычном меня под машинную мать». То есть, обратите внимание, меня под машинную мать, как какой-то механизм. Пламень жесткий и хлесткий надо мной свисал, я электрическую соску, зубами жадно всосал, в стальной клубели качался, баюкал звонкий гудок. Или опять же, вспомните всем известный марш авиаторов. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолев пространство и простор, нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Тут уже непонятно, где человек, а где механизм, где машина. Еще одной и очень главной особенностью эпохи авангарда будет его стремление к будущему, к футуризации всего настоящего. Если мы стремимся к будущему, то одновременно мы должны отрицать настоящее. Густав Шпет, русский философ, скажет, что это повсеместная черта авангарда. Они не думают о настоящем. Они не думают о том, что было. Поэтому они его стирают. Они пытаются жить в будущем. Велимир Хлебников напишет, веря сказкам наперед, прежде сказки станут былью, но когда дойдет черед, мое мясо станет пылью. Мясо станет пылью, то есть человек умирает. Посмотрите эсхатологическую концепцию, то есть эсхатология это учение о конце света, о том, что будет там. Если в религиозной трактовке человек восстанет после пришествия Христа, то здесь человек восстанет, когда знамена оптом пронесет толпа ликуя, я проснусь землю втоптан пыльным черепом тоскуя. Маяковский напишет, стар убивать на пепельницу черепа. Ну и стандартный приведу слова из интернационального гимна. Мы старый мир разрушим до основания, мы новый мир построим. И самое мое любимое Маяковского Здравствуй и прощай седая бабушка. Вроде бы седая бабушка. Седая бабушка это представительница культуры, если мы берем дореволюционную Россию, то здесь как представитель или крестьянка или мещанка, которая себя упощает лучшие черты русского народа. То есть здесь Маяковский пишет «Уходи с пути, умирай старуха, спекулянка набушка, мы идем в Атагуе юных внуков». Если вы посмотрите на этот плакат, то это как раз он примерно это и символизирует. Там пионеры ребята идут строить новый мир, оставляя позади и религию, и все остальное. В 1925 году Осип Мальдрич там переведет вернее стихи немецкого поэта экспрессиониста Тоддлера. Утопия под купол твой сенцовый, под твой сияющий зенит, под купол твой лазарево-грозовый, чем современник скользит. Человек устремляется к будущему. Он пытается построить нового человека, новое государство, новый мир. но интересно то, что он не знает, как его строить. Они только прощупывают почву и очень боятся ошибиться. Проективный человек-проект он брежет через проходит эта идея проходит через всю эпоху авангарда. Тот же Маяковский будет называть себя и своих последователей футуристами, организует группу, ну, он будет на русский манер их называть, Будетляне. Он напишет о том, что изменилась человечья основа России, родились мощные люди будущего, вырисовываются силачи, Будетляне. А старый мир, процитируя Александра Блока, как пес безродный, стоит под ним, поджавший хвост. И опять же, Казимир Малевич будет говорить о том, что мы должны устремиться в будущее, но какое будущее, он не говорит, произносит просто, плывите в бездну, белая свободная бездна, бесконечность нами, новая планета, всем вам, наверное, известная картина Иона. Интересно то, что для представителей авангарда утопия, это было ничем-то несбыточным, они думали, что это реальное будущее, которое они создают. Этих утопий там было бесконечное количество. Великая утопия Казимира Малевича, государство времени Хлебникова. Но почему в России это стало происходить? Почему в России одновременно осуществилась футурологическая направленность на будущее и с другой стороны отсутствие укорененности с настоящим? На мой взгляд, в России это пришло на очень хорошую благодатную почву. На почву старой концепции о том, что Москва это третий Рим и четвертому не бывать. Первый Рим это тот самый Рим. Второй Рим это Константинополь Византийский, который был захвачен турками, а после него последним Римом стала Москва. И как бы Москва является выражением вот этой божественной сущности. Насколько она воплотилась, все мы прекрасно знаем. В России она воплотилась в тоталитаризм сталинской эпохи. Великий итальянский футурист Филиппо Меринетти стал одним из сподвижников фашизма Муссолини в Германии. Это национализм. Самое главное мне хочется закончить на том, что эта проективная модель она постоянно так или иначе себя выражает. то ли в рамках переконструирования общества, то ли в рамках каких-то определенных идей. Но опять же вспомните старый проект модернизации России. Насколько он удався? Но проект был громадный авангардного масштаба. У меня все. Слушаю вопросы. Да, пожалуйста. Почему, как по-вашему, Станик не особо одобрял деятельность Российской Конституции президентарских писателей и того же самому проект проект института, хотя, по сути дела, они строят новые новые институты. В 2004 году Российской Конституции была припределительная книга. Это первый вопрос. А второй является ли ваш доклад вашими личными исследованиями и вот отразделение революции с религией? С построением новой религии? Ну да, я здесь все хорошо понял. Можно со второго вопроса я начну? Автор антиутопии мы, Евгений Заметин, скажет о том, что революция она бесконечна в эпоху авангарда. И социальная революция, это всего лишь проявление, одно из проявлений этой бесконечной революции. Помните, что я пел? Перемен требует наше сердце. Перемен тогда требовали абсолютно все и абсолютно во всем. Время диктовало, нужны перемены. Тут прав Маркс, тут по-другому быть не может. Бытие определяет сознание. Картина мира, она меняется абсолютно. И вот это изменение, оно должно было так или иначе найти свое выражение в социальности. И революция 1917 года. Почему многие священники отказались от царской семьи? В церквах молились о здравии временного правительства. Потому что они жили ожиданием вот этих вот перемен. Они думали, когда, опять же тот же Флоренский будет писать о том, что мы живем на том сдвиге, который не имеет аналогов. И сдвиг между средними веками и возрождением. А там картина мира абсолютно сдвинулась трансцендентный бог, бах, и свалился на землю. Он стал везде. То есть пантеистическая традиция. Бог растворен в природе. И нужно найти его с помощью того, что мы начинаем изучать окружающий нас мир. То же самое и здесь. Социальная революция это всего лишь проявление революции интеллектуальной революции в науке. И первый вопрос какой был? А то, что Сталин не особо одобрял деятельность, потому что они пошли своим путем. Тот же Осип Модельстан например напишет стихи про Сталина, где там будет говорить о том, что его толстые пальцы как череви и жирны. Откуда он это возьмет? Да очень просто. Демьян бедный будет жить в Кремле и будет обладать великолепной библиотекой. Сталин периодически будет у него книжки брать и на книжках оставлять жирные пятна. Модельстан это пишет Демьян Бедный передаст это Модельстану вот так вот за столом как-то Модельстан это напишет стихотворение. Они пошли своим собственным путем на мой взгляд кажется. Тот же Маяковский какой он поэт революции скажите мне до февраля 18-го года он анархист самый настоящий он не любит эту революцию он не понимает он не видит в ней смысла он до февраля 18-го года живет одной идеей о том что помимо февральской революции которая была в 17-м году октябрьской революции которая была в 17-м должна быть еще третья революция так называемая революция духа но этой революции не происходит и поэтому уже на газину октября в 18-м году он напишет мистерию Буф где будет воспевать тот строй который появился и образовался тем не менее ее ставили в театр ее ставили в театр это место конечно ставили потому что она живоплощение квинтэссенции новую строй еще вопросы давайте мне такой вопрос что вы затрагивали тему по поводу коллективного учрения то есть мы заполнимся человеком нет да конкретного человека как вы считаете что в современном мире в обществе ситуация как-то изменилась поскольку на самом деле такое ощущение что человеку всегда нужно какую-то инодификацию то есть человеку все равно нужно именно вписываться в общество вступать именно в какой-то коллектив то есть может быть на мой взгляд все достаточно просто сейчас главенствует постмодерн постмодерн не подразумевает какой-либо коллективной настройки хотя он говорит о том что в индивидуальности человека в том числе проявляются коллективные установки но постмодерн звучит просто на мой взгляд ни вверх ни низа ни право ни лево все дозволено еще пожалуйста с чем кончился и кончился ли он вообще тоталитаризм они подготавливали этот тоталитаризм понимать кончился оборуд я не понимаю или не совсем корректно заметен в своей антиутопии всего лишь высмеивает вот этот вот строй противопоставляя обществу коллективу двух людей рисуя их портреты через отношения между ними через любовь и он говорит что вот это вот первично коллектив он вторичен и как бы насмехается над ним то же самое и здесь формируются модели государства по такому платоновскому типу утопическому где во главе стоит правитель правитель который все знает который все видит который бога избран который является вот этим вот сверхчеловеком и который ведет свой народ к реализации царства божьего здесь на земле вот чем все это заканчивается да Костя у меня вот такой вопрос про постмонаж нет совсем не абсолютно мне показалось интересным аналогия мне самого она в свое время волновала между пролетарским человеком вот именно неким вот этим вот новым человеком который формируется создается и сверхчеловеком ниже но у меня здесь возникает такой вопрос насколько далеко эту аналогию можно продолжать потому что то есть насколько эта аналогия работает да понятно что на каких-то поверхностях там может быть какие-то переклички но все-таки насколько я понимаю вот этот вот новый человек революции он себя видит прежде всего то есть основным посылом основной ценностью что ли этого нового сверхчеловека является равенство равенство по отношению к таким же как он да не по отношению к буржуазии естественно но по отношению к таким же как он безусловно равенство а это как ты понимаешь для сверхчеловека ниже нечто совершенно невозможное вот насколько на мой взгляд идея сверхчеловека она тут преломляется в рамках коллектива сверхчеловек это теперь не индивидуальная личность это коллектив но опять же мы же не можем отрицать классовые борьбы если у нас сверхчеловек они не разделяют себя на единичные сущности здесь нет индивида какой индивид коллектив и ничего больше Маяковский пишет мы с большой буквы он даже пишет я мы пролетариат потом правда будет дописывать партия вот мой ответ да конечно вопрос можно сказать что в этом 50х и начало в 90х оно более спрочено в предыдущие как бы разная реакция на те революционные состояния которые были молодежи которые что но люди И в группе сохраняются эти процессы у молодежи, которые рождаются в 20-х и 90-х. Понятный вопрос? Вопрос понятен. Да, хорошо, спасибо, интересный вопрос. То есть, если у нас есть представители авангарда, вы имеете в виду поколение 80-х и 90-х, насколько оно тождественное представителям этого авангарда? И насколько те идеи, которые были в авангарде, говорят о том, что могут сейчас реализоваться? Так или нет? Могли бы реализоваться тогда, кстати, 80-х и 90-х. 80-х и 90-х, идея авангарда 20-х и 30-х? Вопрос не с авангарда, но с тем, что поколение, которое было в 90-х и 90-х, более конкретно, чем предыдущие поколения, нет, поколение 80-х и 90-х, оно не консервативное, чем предыдущее поколение, потому что до 70-х и 90-х были 70-е, застойные 70-е. Там действительно консервативнее и консервативнее было. А если мы берем до 70-х, там были шестидесятники. Шестидесятники, это, на мой взгляд, тогда еще были небольшие, живые, немного, то есть, но живые представители авангарда. И они как бы давали почву. И опять же была оттепель хрущевская, которая рассекретила многие тайны. А поколение 80-х и 90-х, на мой взгляд, оно более модернистское, чем поколение, которое было до этого. Потому что оно живет переменами. И что и воплотилось в реализации перемен, и в ту страну, в которой мы сейчас живем. Да. Такой вопрос. Вы сказали, что авангард подготавливается к деталитаризму, но при этом авангард, он всегда живет в будущем, которое... К деталитаризм живет в будущем. Но не является как раз-таки подготовлен к деталитаризму тем фактом, что авангард разочаровался сам в себе ближе к концу 30-х годов? Ну, к 30-х годам. Конечно, он даже зачаровался. Когда представители авангарда на себе почувствовали этот маховик репрессий, тогда они и реализовались на себе. Там буквально можно по пальцам посчитать тех, кто остался жив. Маяковский раньше разочаровался? Маяковский раньше разочаровался, но, на мой взгляд, Маяковский разочаровался от того, что не от пролетариата, как такового, не от реализации вот этой вот модели, а от бездействия. От того, что уже... Ну, нечего было. Все. Ни любви, ни государства, о котором он мечтал. Все. Поэтому и покончил жизнь самоубийством. Все? Или еще будут вопросы? Да, Дмитрий? Мне такой вопрос. Наиболее благодатная почва для перемен была, чем в России, да? То есть, к примеру, ацизм был в Германии, фашизм, соответственно, в Талии, так и так далее. А вопрос такой. На сегодняшний день где-то наиболее благодатная почва для этого. Для чего? То есть, для внедрения к перемену. То есть, Россия, если Россия, ну какая-то другая возможность, страна или какое-то общество. Это первая часть. И вторая часть, вот те самые оранжевые революции, это революция чисто, чтобы там изречить монетаристку какую-то выиграл. То есть, монетизировать этот процесс. И возможны блоки революции с точки зрения внедрения перемен. Революция с точки зрения внедрения перемен? Можно я отвечу просто? Я считаю, что оранжевые революции, это воплощение доктрины одного государства. Про реализацию конкретных целей. И ничего общего с эпохой авангарда они не имеют. И все. Да. И революции возможны? Другие революции? Нет. Про реализацию конкретных целей не могу здесь заниматься, не знаю. Да, я, я не социалист. Мы очень много говорили про советского человека. У меня образовавшего советского человека очень ассоциируется идеального советского человека с образом Шурика. Да, конечно. Пропагандистская машина очень сильно заработала. Как так случилось, что пришли, шагавшие по улице, на друг с того? Ну, как же идеал, как сменился? Идеал сменился. И когда это случилось? Ну, тут, мне кажется, два уровня есть. Уровень должного и уровень сущего. Опять же, должное – это идеальный человек. Это пролетарий, который стремится к тому, чтобы освободить от человека. То есть, ну, там марксистская трактовка работает, согласно которой до революции человек – это всего лишь функция определенного механизма, определенной машины. И главная задача революции – это позволить человеку приобрести свою сущность. Человеку быть человечным. И если мы посмотрим пропагандистские плакаты, начиная уже с 2018 года, то они к этому именно ведут. Они говорят об идеальном человеке. Они говорят о пролетариате как о наилучшем человеке, который может быть реализован на основании реализации конкретных каких-то идей. Пролетарии всех стран соединяетесь, война с буржуазией и так далее и тому подобное. В той же Конституции СССР 1922 года, помимо того, что она была достаточно гуманистичной и миролюбивой, был пункт, в котором так называемый секретный ленинский пункт, согласно которому говорилось, что советское государство в любое время может объявить войну в буржуазии. Еще вопросы? Да. Ну, опять же, если мы вспомним советскую пропаганду, то там говорилось, что религия – это опиум для народа. Но вспомните Михаила Булгакова, там Берлиоз, чему учат Ивана Бездонного? Тому, что он неправильно описал Иисуса Христа, его образ. И Берлиоз говорит о том, что у тебя Иисус Христос – это та личность, которая существовала. А нужно сделать так, что этой личности вообще не было, такой, как Иисус Христос. То же самое и здесь. Они стремятся уйти от старой религии, но у них нет других механизмов, других способов, как от обратного. Вот, бывая религия, и нам нужно сделать прямо противоположное. И они не ушли в другую религию. Они ушли в обратное представление о морали согласно тем религиям, которые были. Ну, то есть, грубо говоря, в зло. Тот же Троцкий, этот образ Мефистотеля, этот образ Дьявола. Та же перевернутая звезда, которая является образом, опять же, Дьявола. Тот же памятник Иудиш в Сеяшске. Когда они поняли, что это не получается, на мой взгляд, при Сталине. Когда в 43-м году он разрешает проводить службы в храмах и монастырях, официально при том, что прекращаются все гонения на церковь, для того, чтобы мобилизовать все возможные силы для победы в войне. Да? Просто интересно теперь, что будет дальше после модерна, постмодерна, вообще, после... Постмодерн? Я вам сразу скажу. А автопостмодерн, коллега, подсказывает. Постмодерн, это если просто отрицание, когда постмодерн ставился акцент на индивидуальность, то потом было отрицание личной стержи, ее разумеется. Может быть, это уже постмодерн, а дальше? Ну, сейчас философы, коллеги говорят о том, что если раньше хотя бы был индивид, то сейчас даже инны нет. Есть просто девит. Человек стирается. Нет его индивидуальности, нет его личности. К чему это все проведет, пока еще неизвестно. Еще вопросы? Все? Спасибо.